И сейчас остановились по вопросу Тысячелетнего Царства. Вы помните, что Пабло христиане и Нахманит спорили насчет Тысячелетнего Царства. И на то, что говорил христиане, Нахманит возразил следующее, что Иисус не имел реальной власти на земле, он не мог спасти самого себя, как же он мог спасти Израиль? То есть это тот же самый вопль, если Ты Мессия, спасти себя и нас. И если он не смог спасти себя, то тем более он ничего, никого не мог спасти. Так считает ортодоксальный еврей, так считает Нахманит. Дальше он говорит, что после смерти Иисус тоже не имел власти, и власть Рима – это не есть власть Божья, потому что если это Царство Божие, то что? Достаточно Господу сказать, вот в этой местности пусть не будет дождя, или в этой местности пусть камни посыпятся с неба. И так и произойдет, и не надо никуда посылать армию. А вы посылаете армию, и их благополучно разбивает. Значит, сейчас вы не находитесь в Царстве Божьем. Вот теперь выстает вопрос, что же такое Царство Божие или Тысячелетнее Царство? Помните, мы говорили, существуют разные синонимы для этого названия. Какие вы помните? Век Мессии. Так, Мессианский век. Дальше. Миллениум, да? Миллениум. Это то же самое, что Тысячелетнее Царство. Еще Царство Божие, да? И какое еще? Царство Небесное, да? И некоторые говорят, что Царство Божие и Царство Небесное – это разные вещи. Мол, Царство Божие – это Бог, Он здесь, значит, начинает действовать, и оно будет на земле, и оно будет совпадать с Тысячелетним Царством. Царство Небесное – это Царство Духовное. И мы находимся, как бы, одной ногой в этом мире, одной ногой на небе, да? То есть, что получается, что это Царство существует, но границ его нету, правда? И когда Бог придет на землю, это Царство будет не только на земле, на небе, но и на земле. Потому что мы молимся, и придет Царство Твое, да? На земле, как и на небе. Но дело в том, что если исходить из еврейской традиции, то Слово Небесное и Божие – это синонимы. Потому что Бог, вы знаете, что Слово Бог, евреи стараются не произносить, и заменяют различными синонимами. Поэтому, с точки зрения еврейского, Царство Небесное и Царство Божие – это одно и то же. И в то же время мы видим, как будто бы в Библии два царства. Если сравнить, например, то, что пишет Исаия, да? И то, что пишут пророки, и то, что написано в Откровении. Вот какие особенности Тысячелетнего Царства? Видите, Тысячелетнее Царство, прежде всего, оно находится на земле. Отмечайте. Оно продолжается сколько лет? Тысяча лет. Хорошо. Смерть еще продолжает сохраняться? Нет. У Исаии сказано, что будут жить сто лет, да, и умирать молодыми. Значит, будет. Потому что и даже в Откровении, если мы смотрим, что смерть будет повержена в конце суда, да? После Тысячелетнего Царства. То есть, в Тысячелетнем Царстве люди будут умирать. Но будут они жить долго, и не будет над ними властвовать грех. Какие еще особенности Тысячелетнего Царства? Ну, люди не будут воевать, да? И даже не будут учиться воевать. И никому это не придет в голову. Но государства будут сохраняться? Да, будут государства сохраняться. Почему мы это видим у пророка Захарии? Что будут приходить представители разных государств, цари и князья. Что такое царь? Царь в еврейском языке это Мелех. Мелех означает вождь, да? То же самое, что дюк. То есть, иногда переводится как царь, иногда переводится как король. Ну, дословно, это вождь. Наси – это князь. И, кроме того, еще различные другие политические лидеры могут быть, да? Ну, например, министры, ну, например, президент страны или премьер-министры можно сравнить как царь, да? А министры можно сравнить как носи – князья, правда? Если это говорить по библейской терминологии. То есть, политическое устройство будет оставаться прежним, да? Но это политическое устройство будет под каким правлением? Под Божьим управлением, да? Помните, это нечто похожее на то, что когда Израиль ходил в землю Кнаан, у них были цари? У них не было царей, у них были судьи. То есть, в какой-то мере, это похоже на демократию, на выборную власть. А кто был царем? Бог. И мы видим, что Мессия, да? Мессия, он находится на небе или где-то в физическом теле конкретно? Ну, какое же тысячелетие царства? Посмотрите, он придет в Иерусалим, и он будет конкретно находиться в каком-то месте, да? Это не Бог как дух, а некая личность, которая имеет плоть. Некоторые говорят, что это вообще будет человек, да? Мессия. Пожалуйста. То есть, Мессия – это конкретно царь, это политический деятель, да? Но он же представляет Бога на земле. Поэтому Мессия должен обладать одновременно и физическими свойствами, как личность, находящаяся в теле, и одновременно быть кем? Богом. Правда? Мы знаем, что есть понимание троицы в иудаизме. И как это троицы в иудаизме называется? Отцу что соответствует? Ну, давайте, долго не будем зайти. Отцу соответствует Отец Небесный. Сын – это что? Слово. Мемра, да? Мемра. И, может быть, давайте будем сейчас, как допущение давать, Машех, да? Машех и есть сын. Хорошо. Хотя некоторые, может быть, с этим не соглашаются. Староксальные допустимы. Но все соглашаются с тем, что Мессия должен иметь определенные божественные свойства. Хорошо. И третья часть троицы еврейская – это кто? Дух. Руах, да? Это шахина – руаха-кодыш или шахина – непосредственно обитающие храмы. Хорошо. Во времена Тысячелетнего Царства будет храм? Да. Во времена Тысячелетнего Царства храм будет. Но споры идут. Будет ли жертва за грех приноситься или не будет жертва за грех приноситься? Некоторые, в том числе и еврейские теологи, говорят, что так как сам Мессия будет на земле и так как греха уже как такого действия не будет, то жертва за грех не нужна будет. Но храм, как место обитания Мессии, будет сохраняться. Другое дело, есть откровение, что придет уже Мессия и тоже сядет в храме. Но мы сейчас говорим то, как представляется Тысячелетнее Царство. И еще изменится физическая природа некоторых вещей. Хотя смерть будет сохраняться, но что будет с животными? Они будут травоядными. Да. Значит, хищные и ядовитые животные уже перестанут вредить. Да, Лео будет есть траву. Да, это мы можем увидеть, наверное, в Одесском зоопарке, что Лео все накушают. Поэтому я думаю, что Мессианское Царство очень сильно приблизилось. А мясо кушают работники зоопарка. Но пока еще со змеей, ядовитой змеей, дети не играют. Но в будущем Мессианское Царство будет именно так. Может быть, это иносказательно, но, скорее всего, надо полагать, что это будет действительно в прямом смысле. Хорошо. Не будут люди бояться друг друга, не будет оград. Каждый будет сидеть под своей смоковницей. Что значит сидеть под смоковницей? Ну, во-первых, хорошо, конечно, сидеть в своем саду. А во-вторых, сидеть под смоковницей, это означает изучать Тору. И во времена тысячелетнего царства не будут друг у друга требовать, учи Тору, познавай Господа. Потому что каждый будет знать Господа от мала до велика. Мы сейчас видим частично, но еще не полностью. Видите, как интересно. Когда мы смотрим пророков, мы видим явления, которые касаются тысячелетнего царства, и они как бы еще сплетены еще с одним особым царством. После тысячелетия царства что настанет? Да, будет еще какая-то сильная и тяжелая война. И очень много людей погибнет, помните. А потом Бог говорит к программе Windows. Программа совершила недопустимую ошибку и будет свернута. Это будет надпись на небе, желтым светом на голубом. Точно как Windows. Бог сворачивает программу. И делает новую землю и новую небо. Но перед этим происходит суд. Происходит суд. Происходит суд над людьми. Суд над народами. Суд над воскресшими людьми. То есть некоторые живыми попадут на этот суд. А некоторые воскреснут. И некоторые говорят, что будет два суда. Потому что это тоже похоже из Откровения. Что когда Мессия приходит в первый раз, царствовать, воскресает те, которые с Господом. И мы будем там вместе с Иисусом Мессией. И они царствуют и свящая этим царствиям. И не умирая, переходят в это новое царство. Но это тоже гипотеза. Как мы пока еще некоторые вещи, поймите, то, что касается Откровения, мы не можем говорить, что это абсолютно точно так и будет. То есть существует несколько разных гипотез, и они имеют право некоторое на существование. Итак, мы видим, что в настоящее время есть какие-то... Да, еще мы говорим, что в этом окончательном царстве не будет уже смерти. Храм будет? Нет, еще и в этом царстве он будет. А в окончательном царстве уже храма не будет. Не будет ни ночи, ни дня, помните? Но сам Господь будет освящать землю. То есть будут какие-то особые физические новые законы. Мы не знаем, но будет очень хорошо. Да? И будет какое-то место, где кому-то очень будет плохо. И, как говорится, я желаю вам, друзья, не бывать там никогда, пусть наши враги туда идут. Опять-таки, это все касательно гипотез, потому что точно мы это не знаем. Но я верю, что Господь своим пророкам и через пророков нам открывает конкретно. Так, пожалуйста. Хорошо. Итак, видите, есть тысячелетнее царство и есть некое уже время, когда история человечества закончится и начнется новая земля, да, и новая история человечества. Не знаю, какой она будет, но, по крайней мере, то, что там написано в конце, то это будет очень хорошее место, да? Как дальше будет развиваться история человечества, да не знаю, доживем, увидим. Благословит нас Господь. Но я думаю, что мы умирать не будем, и я думаю, что мы размножаться, как некоторые говорят, и заселять звезды не будем, потому что Ешиас сказал, что будут жить как ангелы, да? То есть, будут жить вечно, и не будет уже там мужчины, женщины, полового влечения. То есть, каждый будет сохранять свое физическое тело, но вот такого размножения и полового влечения, скорее всего, не будет. Но, опять-таки, это будет гипотеза. Да, и так мы видим, что речь как бы идет о двух царствах, да? Речь идет о двух пришествиях Мессии. Первое пришествие – это искупление греха и установление прообраза Царства Божьего. Потому что мы хотя бы и приявляемся частью Царства Божьего, но мы не имеем реальной политической власти на земле. Правильно? И более того, хотя некоторые россияне хотят взять политическую власть, в плане Божьем это не предусмотрено. В плане Божьем это не предусмотрено. Политическая власть будет тогда, когда придет Машех. Мы можем оказывать некоторое политическое влияние, но мы не должны требовать политической власти в какой-либо стране. Я считаю, что этот взгляд не библейский и не христианский взгляд. Хорошо. И еще есть такая вещь, как период скорби. Вы можете там тоже посмотреть на этой таблице. Я сейчас не буду подробно говорить. В Библии там сказано, подсчитано там число дней, и получается так, что где-то семь лет будет так называемый Великий Скорб, из них три с половиной года, они наиболее тяжелые. Наиболее тяжелые. Помните? Там, если посчитать количество дней, получается как раз три с половиной года. А если говорить время, времен, полувремени, значит, получается год, времена это двойственное число, значит, два года и полгода. Три с половиной – наиболее активные, тяжелые, Великой Скорбе. И вот возникают различные теории. Когда же возникает тысячелетнее царство? До прихода Иисуса, после прихода Иисуса, или еще будет третий приход Иисуса, так? Либо будет восхищение церкви, то, что оно будет, это четко написано. До периода скорби, во время периода скорби, и после периода скорби. И мы попробуем это сейчас разобрать. Видите, потому что, в конце концов, знаете, чем закончился спор об этом царстве Божьем, что завопил тот человек, это кто? Павло, сказал, вот вечно он так со своими длинными речами, это когда начал Нахмонит отвечать, а у меня есть что спрашивать. Сказал мне король, умолкни, ведь он же спрашивает. Я замолчал. Ну, так на современном языке Павло кричит, заткнись, я не хочу слышать твои ответы, лучше ты слушай мои вопросы. А король подтвердил его позицию. Итак, в христианстве относительно мессианского тысячелетнего царства существует следующая теория. Миллениум – это тысячелетнее царство, да? Дописуйте. Первое. А-милленаризм. А-милленаризм. Миллен – это миллениум. А – значит что? Отсутствие, отрицание. А-милленаризм. А-милленаристы считают, что тысячелетнего царства вообще не будет. Вообще не будет, как такового. Они верят в непрерывный рост доброго и злого, который достигнет кульминации ко второму пришествию Христа. Во время второго пришествия Христа воскресают мертвые, происходит последний суд и устанавливается царство Божие окончательно. То есть, тысячелетнего царства, да? Не существует. Эта теория называется а-милленарист. А-милленаристы считают, что царство Божие уже сейчас присутствует в мире. Они не отрицают миллениум как таковой, но для них миллениум – это неопределенный пробежуток времени между Христом и вторым пришествием Христа. А-милленаристы. То есть, против отделения тысячелетнего царства, как конкретно царство на тысячи лет, о котором мы говорили. Они считают, что уже царство Божие сейчас присутствует, правда? Но никто этого не видит. Но постепенно будет нарастать добро, постепенно будет развиваться церковь, и будет постепенно развиваться сопротивление церкви. Когда она достигнет кульминации, приходит Иисус, все воскресают, устанавливается полное окончательное царство после окончательного суда. А-милленаристы. То есть, царство Божие уже сейчас есть. И католический а-милленаризм произошел, считая так, что католики, они тоже к этому относятся теории, что тысячелетнее царство вот это, которое присутствует сейчас, оно началось как раз в 325 году нашей эры. Помните, первый Никейский собор и христианство было установлено как официальная религия Римской империи. Да, при Константине в 313 году христианство было легальным, а в 325 оно уже становилось как единственная главная религия Римской церкви. То есть, Римская церковь это практически уже результат Божьего царства. И постепенно будет наращиваться борьба из зла, то есть, вот как чем-то похоже на теорию Троцкого о перманентной революции. Слышали, да? И поэтому вот те люди, которые спорили с Нахманидаем, они так уже и утверждали. И Нахманида говорит, ну извините, ребята, какое же царство сейчас? Какое же мы видим сейчас тысячелетнее царство? Войны продолжаются, обстановка становится все хуже и хуже и так далее. Амиленаризм святого Августина. Помните, Августин, который один из отцов и теологов церкви был, он считал, что книга Откровения это символическое изображение триумфа Божия через церковь. Великая скорбь и тысячелетнее царство это не семь и не тысячу лет, а символические понятия, говорящие о постоянной борьбе зла против правления Христа. Святой Августин придерживался не конкретного понимания откровения, да, а чисто символического. И что цифры семь и тысячи являются только цифрами, символами, но не являются действительными реальными периодами времени. амиленаризм Варфилда. Варфилд это английский теолог и он тоже схож с этим, но он говорит, что царство Божие в этом веке не будет полностью функционировать через церковь. Но это похоже на то, что мы сейчас видим, правда? Царство Божие уже есть, но царства Божьего еще нету. То есть оно функционирует, оно функционирует в наших сердцах, но не функционирует как политическая обстановка. Придет Иисус, все изменится. Постмиленаризм. Пост означает после, да? Модернисты, постмодернисты и так далее. Постмиленаризм. Постмиленаризм считает, что царство Божие будет разрастаться постепенно посредством учения и проповеди христиан. Когда мир будет полностью обращен к христианству, начнется миллениум. Этот век будет схож с нашим теперешним веком, зло не будет полностью уничтожено, но будет исчезать по мере увеличения христианского влияния. Они утверждают, что церковь займет роль большой важности в социальной и экономической сферах и сфере образования. И тысячелетний период завершается пришествием Христа воскресением мертвых и окончательным судом. Никакой великой скорби не будет, да? Христианство будет завоевывать власть, оно будет постепенно развиваться, оно будет захватывать власть в разных странах, как считают сейчас некоторые харизматические лидеры, да? И после того, как мы захватим власть во всех странах, устанавливается тысячелетнее царство. Аллилуйя! Проходит тысяча лет, приходит Иисус, воскресают мертвые, скорби, и отребята, хорошо и приятно жить братьям в таком царстве, правда? То есть, Иисус приходит после этого тысячелетнего царства. Дальше. Евангельский постмиленаризм. Евангельский постмиленаризм, вы помните, к евангельским христианам относятся методисты, баптисты, пятидесятники, что скорбь это семь лет, а тысячелетнее царство это буквально тысяча лет правления Христа. Ну, и вас, наверное, тоже так учили, правда? Скорбь это семь лет конкретные, и тысячи лет это конкретное тысячелетнее царство под правлением Иисуса Христа. Ну, еще есть премиленаристы. Премиленаристы. Премиленаристы считают, что перед возвращением Христа будет активная проповедь Евангелия всем народам, потом в великое богоотступничество, приходит кто антихрист, премиленаристы считают, что в возвращении Христа будут предшествовать проповедь Евангелия, великое богоотступничество, войны, голодоморы, землетрясения, появление антихриста и великая скорбь. Верят, что во время тысячелетнего правления Христос конкретно будет находиться на земле, будет сидеть в троне в городе Иерусалиме. И премиленаристы Васильичи от тех предыдущих считают, что будет Царство Божие установлено не через последовательное обращение в христианство отдельных личностей, а через резкий внезапный взрыв силы. Приходит Иисус, все видят пронзенного Иисуса, да, и все обращаются в христианство. Еще раз говорю, это разные теории, да, я не знаю, какая из этих теорий правильная, но я верю все-таки, что тысячелетний зарплат, это тысяча лет, и семь лет, это семь лет, но что будет раньше, скорбь будет, и раньше придет Иисус, да, или вообще скорби не будет, или одни будут сидеть в скорби, а другие в это время будут на небесах любоваться, на то, что делается на земле, вот тут уже возникает тоже разные теории, я еще раз говорю, это разные теории, я с ними не говорю, какая из них правильная, вот, я считаю, что семь лет, это конкретно семь лет, тысяча лет, это тысяча лет, но, что происходит и в каком порядке, итак, есть три вида, вот, трибуляция, это значит скорбь, поэтому пост-трибуляционный, пост-трибуляционный, говорит о вознесении после великой скорби, то есть скорбь и тысячелетнее царство буквально, проходит семь лет великой скорби, и что? Церковь возносится, все люди, которые остаются на земле, они принимают Иисуса Христа, глядя на его раны, и устанавливается тысячелетнее царство, то есть тот остаток, который останется после этих семи лет, страшных вещей. Предреволюционный премиленаризм, это многие харизматические лидеры так учат, это вознесение до великой скорби. Церковь возносится, а евреи остаются, так им и надо, и все остальные остаются, да, и терпят скорбь. Мы будем сидеть на небесах и смотреть сверху вниз. Есть такое теория, очень оптимистичная, очень оптимистичная теория. И есть промежуточная позиция. Вот эти Великая скорбь, получается, что 1260 дней Великой скорби, это 42 месяца, а потом происходит вознесение церкви, а вторая половина происходит после вознесения церкви. помните, что 3,5 года, иначе этот период будет сокращен, иначе не вынесла никакая скорбь, никакая плоть, помните, говорится? Поэтому делят 7 лет на 3,5 года, проходит 3,5 года, и что делается? Возносится церковь, да? И церковь возносится, а остальные еще остаются на 3,5 года. Потом, я не знаю, получается так, что Иисус возвращается за свою церковь, церковь возносится, потом Иисус с церковью опять уходят на небо, потом приходит Иисус к окончанию 7-летнего периода, выходит еще раз, да? и уже начинает царствовать на земле тысячи лет. Я еще раз говорю, у каждой из этих теорий есть положительные и отрицательные стороны. И каждый из представителей этих теорий будет кричать, что только они правы. Я еще раз говорю, я не знаю, мы можем об этом только гадать. Когда придет время, будем знать точно. Следующее, это вознесение до дня гнева. Вознесение и второе пришествие это отдельные события. Церковь тоже возносится до дня гнева. А день гнева и окончательного суда это пришествие Иисуса. То есть разные вещи. Исторически первые три столетия преобладал премиленаризм. Первые три столетия преобладал премиленаризм. То, что Иисус сначала приходит, затем устанавливается тысячелетнее царство. Так? В 431 году был проведен софет в их сессии. И совет осудил веру в миллиниум как религиозный предрассудок. Ох, как круто! Поэтому православное считает, что веру в тысячелетнее царство это религиозный предрассудок. Католики считают, что тысячелетнее царство уже идет перманентно. Православные считают, что вообще вера в тысячелетнее царство это религиозный предрассудок. Вы где-нибудь слышали православную церковь пробовать о тысячелетнем царстве? Нигде. И в основном протестанты верят, что Иисус придет и церковь будет восхищена. Только есть различия между тем произойдет это до великой скорби, после великой скорби, или во время великой скорби, или независимо от великой скорби, в какой-то день, который называется день гнева. Вот такие теории. Всем понятно? Всем понятно, да? Хорошо. Значит, после того, как этот премиленаризм был долгое время в запрете, Йоганн Генрих Элстетт, который жил с 1582 по 1638 год, лично возродил премиленаризм. В 1627 году он написал свою книгу «Благословенный город». И это положило начало пуританскому движению и, в конечном счете, заселению Соединенных Штатов. Поскольку мы часть протестантского движения, то у нас премиленаризм тоже преобладает. Далейшая популярность премиленаризма шла на убыль. И предвладающей точкой зрения стал постмиленаризм. То есть происходит тысячелетнее царство, затем идет восхищение церкви. Даниэл Уитби 1638 года был по 1726 год. Начал проповедовать, что мир будет обращен в христианство и евреи возвратятся в свою землю. 19 век дал новый толчок, новой волне внимания к премиленаризму. Видите, евреи принят Иисуса. Евреи примут Иисуса, тогда, когда они увидят его пронзенного. Так? Согласны с этим? Если смотреть из Захарии. Но вопрос, что же тогда получится, если Иисус приходит, церковь восхищается, а евреи остаются до конца великих скорбей, так некоторые считают, потом евреи спасутся. Как вы думаете, правильно это? Лично мое мнение такое, что вот мы сейчас мессианские евреи находимся для спасения евреев. И евреи в Божьем плане продолжают занимать особую роль. Иначе бы дьявол не обрушился так на евреев. И в чем же эта особая роль заключается в последнее время? Помните, что церковь достигает определенной полноты? И это происходит что, сразу же пришествие Иисуса? Нет. Церковь должна достигнуть еще большей полноты, но она не может этой полноты достигнуть без евреев. Тут начинается наша роль. Мы вступаем, мы сейчас находимся только в начале этого пути, я верю. И евреи обращаются и приходят к Иисусу. И спасение каждого еврея, это что? Спасение не меньше десяти человек, а может быть десяти народов, а может быть десяти общин, но не знаю. И вот это спасение евреев вызывает еще новый взрыв. Взрывная цепная реакция, один нейтрон, помните, еще десять атомов расшифляется, десять нейтронов образуется, потом сто нейтронов образуется, да? и образуется цепная реакция. После вот этой цепной реакции, да, еще какая-то часть евреев все-таки еще остается. И вот это, когда они увидят Иисусу, тогда они уже окончательно спасаются. Есть споры о том, примут ли евреи сначала Иисуса Христа, потом заселять землю Израиля. Потому что, если у того же Иисуса почитать, то возникает тоже проблема. Либо евреи приедут, как вы помните, соберут народ глухой, слепой, да, и там они прозреют и примут Иисуса Христа в Израиле. Какой путь правильный? Опять-таки, я думаю, что оба пути правильные, да? И то, что сейчас есть государство Израиль, и вы знаете, многие лидеры ортодоксального движения находятся в Израиле, получают очень большие пособия от Израиля и не предают государство Израиль. Потому что не Мессия создал государство Израиль, да? Но мы видим реально. Бог иногда любит путать наши самые замечательные теории. Поэтому я скажу так, тот, кто избран проповедовать евреям, он будет проповедовать и здесь, и в Германии, и в Израиле, на том месте, куда его Бог пошлет. И будут евреи, которые от нашей проповеди будут обращаться здесь и приезжать в Израиле, и будут евреи, которые в Израиле обращаться от нашей проповеди, и будет какая-то часть евреев, помните, которые обратятся только тогда, когда увидят Иисуса пронзенного. То есть, нельзя говорить, что вот так. Или некоторые говорят, спасутся только 144 тысячи евреев. Да? Свидетели Иеговы вообще считают, что спасутся только 144 тысячи. Эти 144 тысячи, они являются основанием, но уже где-то у них, по-моему, 120 тысяч спаслося, еще 20 тысяч резерв. Остальные свидетели Иеговы как бы люди второго сорта. Если вам покажут, как проводят хлебоприлобление у свидетелей Иеговы, они обносят вокруг вино и хлеб, но не принимают причастие, потому что причастие должно принять только 144 тысячи. Вы сами понимаете. А кто решает, решает комитет, который заседает стражевые башни. Естественно, это всякие извращения Божьих теорий. Так что, как поживем, так и увидим. Я думаю, что царство Божие неизменно будет развиваться на земле, но царство Божие окончательно установится тысячелетним царствием. А когда уже полностью история земли закончится, тогда что будет? Не будет никаких царств, не будет никакой политики. Ни царей, ни господ, ни полиции не будет. Будет что-то другое. Теперь, как говорят по этому поводу евреи. помните, был такой знаменитый Виленский Гавон, о котором мы говорили? Виленский Гавон. Виленский, где он жил? В Вильнисе, да? Гавон означает гений, мудрец. И Виленский Гавон, он тоже на некоторых талмудических вещах основывался, говорил, что вся история человечества подобно неделе будет занимать семь периодов. У Господа один, два, три, четыре, пять, шесть, да, и семь. У Господа тысяча лет, как один день. То есть будет семь периодов. Первые два периода, первые два тысячелетия, беззаконие. Первый период, беззаконие. Второй период, период закона, две тысячи лет. Третий период, это период Мессии, или Машеха, хотя царство Мессии, мы еще на земле не видим. Очень похоже с тем взглядом христиан, которые говорят, что царство Божие уже здесь, но еще его нет. Правда? Машех уже здесь, но еще его нет. Мы находимся где-то примерно вот здесь. Пять тысяч, семьсот, какой сейчас год? Шестьдесят седьмой год. Сколько осталось до конца? Три года? Три. 233 года, да? То есть до конца света осталось 233 года, но опять-таки мы не можем точно посчитать. Не считайте, это примерно. Но я вам скажу, что для каждого конец света в отдельно взятой личности может наступить каждую минуту, каждую секунду. Поэтому некоторые думают, что надо ждать конца света, чтобы обратиться. Когда нужно обратиться к Ешову? Мы уже говорили. Айом, сегодня. Когда это сегодня? Сегодня это сегодня. Это всегда в эту минуту, в которой мы сейчас живем. Есть только миг между прошлым и будущим, да? Именно он называется жизнь. Айом. Итак, смотрите, Авраам родился в 1947 году, в 1948 извиняюсь, в 1948 году от сотворения мира. Когда Авраам получил Божье откровение идти в землю Ханаана? Когда Авраам получил? Сколько ему лет было? Семьдесят. Шестьдесят. Шестьдесят. Отсюда получаем восемь, да? Ноль. Ноль две тысячи. Две тысячи восьмой год. Эти некоторые ждали, что в двухтысячном году начнется конец света, да? Некоторые серьезно ждали. Ну, во-первых, это двухтысячный год по русской классификации, да? Были еще другие разные календари, кроме еврейского календаря. И мы помним, я еще раз говорю, что, скорее всего, еще раньше пришел. Либо на четыре года, либо на семь лет. Кстати, если посчитать у пророка Данила, это тоже получается так. Значит, либо на четыре, либо на семь лет. То есть, уже конец света должен был наступить за семь лет до двухтысячного года. Поэтому нельзя говорить, что эти периоды абсолютно точно по годам совпадают. Но это приблизительные периоды. Плюс-минус пару сотен лет. Второй период от Авраама до какой-то определенной точки. Ну, евреи считают, что период закона закончился с разрушением храма. То есть, примерно 70-й год нашей эры. Мы считаем, что этот период закончился когда? Около 30-го года, да? Около 30-го года нашей эры со смертью Ишуа. А дальше, помните, мы уже говорили, в тот день, когда был разрушен храм, родился Мессия. Что это означает? Это не означает, что родился Мессия, и он физически сейчас существует здесь на земле. Правда? Евреи говорят, и Нахманитов это говорит, что родилась надежда на Мессию. Современные хасиды говорят так, что в каждом поколении рождается свой Мессия. Если это поколение достойно Мессии, то он придет и будет царствовать. Если не достойно Мессии, этот потенциальный Мессия так и не будет инициирован, он умрет, сам не зная. И они Мессии, вы знаете, считают кого? Любавического рэба. С точки зрения хасидов, не всех опять-таки хасидов, а именно хасидов, которые относятся последователи Любавического рэба, Мессия пришел. Они считают, что Мессия пришел. Опять-таки, как они нам здорово хорошо подыграли. Пришел он и умер, и не воскрес, и что, собрал он всех в Израиль, а он сам в Израиль не был никогда, он не ездил в Израиль, он родился Николаем и умер в Америке, в Израиле он не был. Что же он сделал? Закончил он войны и установил мир на земле? Нет. Тогда, с точки зрения евреев, какой же он Мессия, правда? И более того, они начинают говорить, вы знаете, когда случился с ним инсульт, они сразу решили, что есть страдающий Мессия. Правда? И вот оказывается любавический Ребет, он пару лет страдал инсультом, потом умер. Это он пострадал за весь народ Израиля. Видите, как ну вы же верите, что это Мессия. Кстати, он не в Акскрес. А мы знаем того, кто был безгрешный. Тот, кто пришел именно в тот прием времени, когда даже ортодоксальные евреи считают, что это время прихода Мессии. И мы знаем, что он умер за весь народ. И он что, воскрес в третий день. И это по крайней мере 500 свидетелей было в то время. Если бы на суд где-то пришло 500 свидетелей, заключение признали бы истинным? Безусловно признали бы истинным. Ну, видите как. Но зато они нам подыграли, что они верят в страдающего Мессии. И затем наступит такой момент, я не буду говорить, что это произойдет через 233 года. Это может произойти в любой день, в любой промежуток этого времени. Но наступит тысячелетнее царство. Затем история человечества заканчивается. Но не заканчивается история людей. Потому что души наши живые и тела которые мы получим они бессмертны. Правда? И мы будем жить в новых телах, в новой земле, в новой истории. Как это будет, когда это будет, мы не знаем. Когда будет, тогда Бог нам это скажет. Вот мое мнение по этому вопросу и вот что мы можем сказать на таковые возражения. Хорошо. Теперь давайте продолжим наш диспут. Есть у нас еще время? Есть. Хорошо. Продолжается описание диспута. Он сказал, то есть Пабло, вот их законучители говорят о Мессии, что он славнее ангелов. А это справедливо только о Ешу, который является Мессией и самим Богом. И он привел то, что сказано в Агаде. Вот раб мой будет благоуспешен, вознесется, вознесется, возвеличится. Возвысится выше Авраама, вознесется выше Моисея, возвеличится больше ангельской свиты. То есть Агада комментирует вот это место о рабе. Помните? Божьим. Вот раб мой будет благоуспешен. Ну похоже Пабло в основном Агаду и учил. На Галаху его не хватило терпения. Я ответил ему, но ведь наши ученые говорят, это всегда обо всех праведниках. Великие праведники больше ангельской свиты. А наш учитель Моисей сказал ангелу, там где я сижу, ты не имеешь права стоять. И об Израиле в целом говорится любим Израиль с Севышним более ангельской свиты. Автор Гады, однако говоря, Мессии имел в виду следующее. Авраам приобщал язычников и проповедовал народу веру Всевышнего. Он воспротивился Немроду, не боясь его. Моисей же сделал еще больше. Он стоял перед лицом фараона, могучего и нечестивого владителя, и поразил ее великими казнями, нет никого, кто поддерживал меня в том, кроме Михаила, князя вашего. А еще он говорит, теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским. Мессия же сделает больше их всех, возвысив сердце свое на путях Божьих. Он явится и прикажет папе римскому и всех правителей народа от имени Бога. Отпусти народ мой, дабы он служил мне. Я уверен, что когда еще Мессия придет, то и Папа римский и все остальные будут вот так вот лежать. Ницпрода перед ним и перед его величием. Если это Мессия, который хочет прийти и показать что-то папе римскому, но это не совсем Мессия. Впрочем, я хочу вам как-то показать фильм Джошуа. Вы смотрели этот фильм? Там как Иисус приходит к папе римскому. Очень интересно. Я советую посмотреть людям, которые будут заниматься миссионерской деятельностью. Он прибудет в Риме, пока не разрушат его. Я могу пояснить всю главу о Мессии, если хочешь. Но он не хотел. Еще привел Агаду, опять Агаду, который говорится, что Мессия молится за Израиль, чтобы Всевышний просил им их грехи. Он принимает страдания, но говорит Всевышнему, я принимаю страдания при том условии, что воскресение умерших сбудется в дни Мои. И не только умерших в моем поколении, но и тех, кого бросили в море, и они утонули, и тех, кого сажали волки и дикие звери. И вот, мол, страдания, которые принял Мессия, это смерть Ишу, которую он принял по собственной воле. Я сказал, горе тому, кто не имеет стыда, ведь он ничего подобного Ишу не совершил. Он не воскресил мертвых, хотя мы знаем из Евангелия, что мертвые таки воскресли. Правда? От Адама до ныне и не совершил ничего подобного, просто не все мертвые еще воскресли. Не совершил ничего подобного, кроме того, молитва это свидетельство о том, что Мессия человек, а не Бог, и не может сам воскрешать. А страдания эти он принимает, потому что запаздывает с приходом, видит свой народ в знании и не в состоянии помочь ему. Он видит, как поклоняются лжебогам, кулящим его, и создали себе другого Мессию, и чтут его. Ну, что можно сказать по этому поводу? Во-первых, Агада, я еще раз говорю, это не руководство действия. Поэтому, как там молится Мессия в Агаде, это просто комментарий. Это действительно не по-библейски. Но, в то же время, мы знаем, что Ишуа, он действительно Мессия, высший ангел. И узнаете, что мы тоже будем высшие ангелов. Правда? Для нас сейчас ангелы, это какие-то очень страшные большие существа. Но, впрочем, я видел ангелов. Они так, метр-три ростом. Бывают белые, бывают золотисто-зеленые, как бронзов, бронзового цвета. А еще я видел некоторые огнистые существа. Не знаю, ангелы это или нет, но это живые существа, которые как бы состоят из огня. По крайней мере, я так видел. И 1 Коринфянам написано, разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Так не более ли дела житейские? Это 1 Коринфянам 6.3. И еще к евреям 1.14 сказано, что ангелы суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Да. Итак, евреям 1.14. Да. Дальше. Ну вот, все это в посылке и за годы они как бы толочь воду в ступе, получается. Следующая посылка относительно времени прихода Мессии. Это тоже интересно для нас, потому что это постоянно служит поводом для дискуссии. Это то, что сказано у пророка Даниила насчет 77. Наверное, мы сделаем перерыв логический, да? И по...